Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 17 тура серия Верона Кротоне. Встречаются 9 и 20 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют да и 7 раз на тотал больше. Кротоне забивал в ворота Вероны в последних 3 очных матчах. Статистика команд. Верона в последних 10 матчах имеет 3 победы, 3 ничьих 4 поражения. Кротоне в последних 10 матчах имеет 2 победы, 2 ничьих 6 поражений. Верона забивала в последних 9 матчах и без побед в последних 4 домашних матчах. Кротоне последние 4 матча отыграл на тотал больше и обе забьют да. Как видим, в последнее время Верона играет чуть чаще низовые матчи, Кротоне результативные. В предыдущем туре Верона сыграла 1-1 в Торино. Гости открыли счет очень красивым ударом, но упустили победу на последних минутах матча, допустив грубую ошибку в обороне. Кротоне ожидаемо проиграл дома 1-3 Роме. Хозяева очень неплохо провели поединок против сильного соперника, но не смогли избежать ошибок в обороне. И после того, как счет стал 0-3, все стало ясно. Кротоне забило гол с углового и еще имел реальную возможность забить и второй гол, но не использовал грубый ляп соперника в обороне. Кротоне очень много матчей, в последнее время отыграл на обе забьют да и тотал больше. Верона не может выиграть в последних четырех домашних матчах. Кротоне в этом сезоне на выезде не побеждал, только две ничьи, Судинезе и Торино. В очных матчах Верона и Кротоне чаще играют результативно, но все они были более пяти лет назад. В последних играх между собой команды играют примерно нейтрально в плане результативности. Кротоне очень много напропускал в последних четырех матчах, да и назабивал как для себя тоже. В этом сезоне Кротоне дважды играл на выезде в ничью 0-0. Между двумя этими ничьями был промежуток в четыре матча. С момента последней выездной ничьи Судинезе прошло как раз четыре матча. Походу Кротоне уже надо бы сыграть низовой нулевой матч. Верона в последних играх выглядит не очень в атаке. Кротоне запросто может навязать борьбу сопернику и постараться отстоять третью ничью в этом сезоне. А если повезет, то здесь Кротоне может даже помечтать о победе. В общем, Кротоне достаточно успешно играет очные игры с Вероной. В последних четырех очных матчах ни у одной из команд нет перевеса. Конечно, у Вероны больше шансов на победу, но легкой она не будет, если будет вообще. В норме тут должно быть что-то в диапазоне от 0-0 до 1-1. Если кто-то и выиграет в этой игре, то победа скорее всего будет минимальной. Из связки ставок тотал меньше обезобьют нет победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на обезобьют нет 2-0-0. На тотал меньше 1-94, на победу хозяев 1-83. Если выбирать один вариант из предложенных, то каждый из ставок имеет свои плюсы. Верона давно не побеждала дома, уже пора бы добыть победу. Тем более, что играть будут хозяева с аутсайдером. В Кротоне очень много матчей отыграл на обезобьют да, тут уже давно просится нулевой матч. Ставка на тотал меньше совмещает в себе и минимальную победу одной из команд, и нулевой матч. Маловероятно, что в этой игре кто-то выиграет на 3-0, но у вас может быть иное мнение на этот счет. Если бы дядь Юра делал ставки, он бы поставил на тотал меньше 2,5 за 1-94. На что ставить вам и ставить ли вообще, решайте самостоятельно. Дядь Юра всего лишь сделал краткую аналитику предстоящего матча и приблизительно расклады, которые не претендуют на истину в последней инстанции. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...